Всем привет, друзья! Очередное видео для вас. Как всегда, подбираю интересные темы, чтобы вам было и интересно, и качественно. Чтобы вы могли правильно собрать мед, ну и естественно, и радоваться вашему хобби, удовольствию. Ну и естественно, прибыли. Все мы живем на этой земле, трудясь для нашего, так сказать, здоровья. Итак, сегодня очередная тема из журнала «Пчеловодство» 1960 года, номер 4. Простой способ дрессировки пчел. Ну, кто-то может задать вопрос, а зачем дрессировать пчел, пусть летают, как хотят. Меня в этом году задавали вопросы на мои видео. Павел, пожалуйста, подскажите, как направить моих пчел на подсолнечник, что-то не хотят летать. И сегодня мы пробуем вам подать эту информацию. Значит, зачитаем. Уже три года я пользуюсь очень простым способом дрессировки пчел, который мне удалось испытать благодаря сложившимся обстоятельствам при перевозке своей любительской пасеки на качевку. В 1956 году я выбрал место для стоянки своей пасеки в одной из прогалин-лизостепной посадки, с одной стороны которой на площади 100 гектаров был посеян ячмень, сильно засоренный желтым донником. С другой стороны посадки находилось поле подсолнечника размером 120 гектаров. Для пасеки в 40 пчелиных семей эти условия особенно благоприятствовали медосбору. Но воды для пчел вблизи не было, ее пришлось регулярно подвозить. Пчелы ввиду жарких дней забирали много воды из поилок. На пасеке стояли прямоугольные ящики на ножках емкостью 10 литров. В них и наливалась вода. Поверх ее плавали плотики. Несмотря на обильное цветение доника, пчелы, по моим наблюдениям, не посещали его, а летали километра за два на большой массив синяка. Тогда я решил применить дрессировку пчел, но не по методу, описанному в книгах, а самую обыкновенную. Собрал цветы доника и решил положить их в поилку, чтобы придать воде запах доника. И этим заставить летать пчел сначала на данный запах, а затем уже и на самый доник, засорявший ячмей. Представьте, через некоторое время пчелы начали посещать доник так интенсивно, что я не верил своим глазам. Массившись синяком, через некоторое время они совсем оставили. К концу отцветания доника пчелы все же продолжали настойчиво его посещать. Но в это время начал зацветать подсолнечник. Тогда я решил испытать дрессировку пчел на подсолнечник. Срезав несколько головок цветущего растения, я также положил их в поилку, предварительно помыв ее. Запах цветов подсолнечника сделал свое дело. Массив его был полон пчел. Необходимо заметить, что задаваемые в воду цветы я заменял свежими два раза в день. Утром и часа в два дня. А описанную дрессировку я и теперь применяю с неизменным успехом. Итак, это город Жданов, Сталинская область. По тем временам этот город назывался так. Итак, друзья, обратите внимание, очень интересный, простой способ. Поилка всегда у пчеловодов есть, стоит. И окружающую местность вы можете обойти, посмотреть, что цветет, нарвать цветочков, положить в поилку. И, как говорят, божьих вам благословений обильного медоноса. Итак, друзья, еще одну статейку хочу вам прочитать о медоносе. Это весьма распространенный, интересный медонос, который знают все пчеловоды. Это называется медонос Мелисса. Ну, все знают, что если не знают, то, пожалуйста, еще обратите внимание, что его можно выращивать, можно его использовать в пчеловодстве и очень полезно. Итак, статья называется тоже 60-го года, номер 4, журнал пчеловодства о Мелиссе и Котовнике. За последнее время к нам поступило несколько интересных писем от пчеловодов о Мелиссе. Милошевич, деревня Чернобень, Могилевский район, Могилевской области. Сообщает, что он приобрел маленькую щепотку семян Мелисы и в конце марта выселил их в ящик, наполненный хорошей огородной землей и оставил в комнате. Через месяц Мелисса дала дружные густые всходы. Тогда Милошевич пересадил растеница в другой ящик, но уже в разреженном состоянии, чтобы они не теснили друг друга. По появлению этой рассады 4-6 листочков он высадил ее уже в грунт на гряды рядами с расстоянием 35-40 см между растениями в ряду и 40-50 см между рядами. Всего было засажено 4 гряды по 10 метров длиной и 1 метр шириной. Мелисса разросла здесь до 90 см в высоту и в середине июня зацвела. Цветение продолжалось до октября. За это время пчелы дружно посещали Мелису. В августе и сентябре 1957 года Милошевич собрал на своей плантации 600 граммов семян мелисы и продолжал расширять участок под ней. Растеница вырывал при прорежении, который он вырывал, он просушивал на чердаке и в дальнейшем пользовался ими при уходе за пчелами. Натерял раевни, внутренние стенки улев, в которые сажал раи или семьи при соединении. Ну естественно это годится, когда вы будете ставить ловушки раевые. Их также желательно натирать этот запах длинно или положить туда пучок сухой этой мелисы. Оно притягивает раи. Употреблял товарищ Милошевич с успехом и настой из травм мелисы, опрыскивая им пчел при соединении семей при подсадке маток и так далее. Другой пчеловод Лукин, Калининградская область, железнодорожный совхоз ферма 4, в то время такая была, сейчас не знаю, добыл с наперсток семян мелисы, которую возделывал так же как и Милошевич. В своем письме Лукин сообщает, я применяю листья мелисы в качестве приманки для пчел и как успокаивающее средство. Перед тем, как идти на пасеку, осматривая пчел, я натираю листьями мелисы руки и пчелы, чувствуя ее запах, спокойно ползают по рукам. Подняв кверху брюшко, ни одна из них не жалит рук. Рядом с моей пасекой растут высокие дубы. И ранее во время роения мне часто приходилось снимать рои с высоты 6-8 метров. Ныне же я от такой работы избавился. Я связываю небольшой веничек из мелисы и подвешу его на дерево на высоте 1,5 метра в качестве привоя. Когда выходит рой, то он всегда садится на этот веничек и лазить по лестнице мне не приходится. Летом 1959 года мне пришлось соединять две семьи пчел. Я взял немного листьев мелисы и опустил их в пол-литровую банку с теплой водой. Через 2 часа вода приобрела запах мелисы. В воду я всыпал сахар, одну часть сахара на одну часть воды и хорошо его размешал. Этим сиропом я опрыснул обе семьи, после чего из одного уля перенес семью пчел с рамками в другую семью. Семьи хорошо соединились без всякой драки. Интересно отметить, что в этой семье до самой осени откладывали яйца обе матки. То есть он даже маток не удалял. К осени семья накопила большое количество пчел и пошла в зиму у лилижаки на 17 рамках. Очередной пчеловод пишет Барменков, Ленинградская область. Семенами лисы высел 5-10 мая на хорошей освещенном участке открытого южного склона. И плантацию хорошо пропалывал до появления цветков. В дальнейшем он расширял участок не посевом семян, а посадкой корневищ. Корневища выкапывал рано весной, как только отойдет земля. И разрезал на части так, чтобы на каждой осталось не менее двух узлов. По его наблюдениям, мелиса зацветает 1-3 августа и продолжает свисти до середины октября. После цветения он ее срезает и кладет на мешковину. Хорошо проветриваем в помещении для дозревания семян, а затем вымолачивает. Стебли и листья мелисы, кроме употребления при уходе за пчелами, Барменков применяет также при засолке огурцов, помидоров, при квашении капусты и засолке грибов. Получается при этом продукция хорошего вкуса и приятного запаха. Пчеловод Абакумов, Чувашская ССР, город Ядрин. Предостерегает пчеловодов, что иногда под названием мелисовых семян им попадают семена котовника, кошачьей мяты в скобках. Котовник другое растение из семейства губоцветных, но он не обладает свойствами мелисы. Лишь он лимонного запаха, привлекающего пчел и в ряде мест менее медоносен. То есть он тоже медоносен, но меньше и не работает как мелиса. Чтобы отличить мелису от котовника, надо иметь в виду, что мелиса имеет лиси яйцевидные, горчато-пильчатые. Котовник же имеет треугольно-яйцевидные, крупнозубчатые. На белых лепестках котовника имеются пурпуровые крапинки, которых у мелисы нет. Цветки у котовника собраны в густые, почти колоссообразные соцветия. А у мелисы же по 3-5 находятся в однобоких мутовках. Лишь одна из разновидностей котовника, а именно котовник лимонный, отличный медонос, но семена его добыть чрезвычайно трудно. Пчеловод колхоза тут поясняется, какого. Пишет, например, что он пользуется котовником лимоном около 20 лет и даже предпочитает его мелисе, которая в тех условиях по медоносности уступает котовнику. Вот такая весьма интересная статейка. Я думаю, она заинтересует вас. На вашей прапорте будет приятно работать с челами. Вы будете менее, так сказать, ужаленные, более радостные и, ну, как говорится, менее огорченными. Ну, естественно, и мед будет. И позанимайтесь со своим участком, огородом, где-то что-то посадите. И этот приятный запах лимона вам будет доставлять радость. Итак, друзья, в конце видео вы увидите, как появится квадратик, который можно нажать. И посмотреть очередное видео, которое вам понравится или которое вы не смотрели. До встречи! Ставьте лайки, подписывайтесь. Жду ваших комментариев. Удачи вам!